Здравствуйте! В эфире нашего телеканала программа «Градские встречи». Сегодня у нас в гостях Оксана Сахарова, заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Здравствуйте, Оксана Михайловна! Здравствуйте! Насколько я знаю, 26 октября в Рязанском Кремле намечается открытие новой выставки «Рязань мастеровая». Выставка эта будет, опять же, насколько я поняла, очень крупная, масштабная. Расскажите, пожалуйста, как проходила подготовка к ней? Да, действительно, это одна из наших больших выставок, и готовили мы её достаточно долго. И, можно сказать, вся наша предыдущая деятельность, она включала подготовку к этой выставке. Выставка будет представлять наши знаменитые рязанские художественные промыслы. Мы их часто видим и по телевидению, и на наших предыдущих выставках. Это «Скопинская керамика», «Михайловское кружево», «Кадамский венис» и «Шиовская лоза». И, наверное, впервые эта выставка объединяет все четыре известных промысла, и также объединяет наши музейные коллекции, которые рассказывают об истории этих производств и других кустарных производств, которые развивались в Рязанской губернии со второй половины XIX века. То есть она масштабная ещё и по времени. Она объединяет три столетия в истории рязанских ремёсел – XIX, XX и уже начало XXI века. Что бы нам хотелось показать? Нам бы хотелось показать особенности наших ремёсел и промыслов и истоки этих особенностей. То есть производства рождались на территории и зависели от географических условий местности, от традиций культурных, от художественных традиций, просто от особенностей жизни населения. Так как Рязанская область находится в разных таких географических условиях, часть её, достаточно большая часть, покрыта лесом. Это лесная сторона, и там развивались промыслы, связанные с обработкой дерева. Есть центральные лесостепные и степные зоны, где развивались уже известные сейчас такие промыслы, как вышивка, кружевоплетение, ткачество и другие. И ещё связаны они были с тем, что население приходило в эти места, как бы заселялось тоже по-разному. И те крестьяне, которые проживали как раз в современном Михайловском, Скопинском уезде, уездах, они несли в XVI-XVII веках караульную службу. Они назывались крестьяне-однодворцы, и были более свободными, и знали основы таких сложных ремёсел, как кружевоплетение и вышивка. И, соответственно, уже после отмены крепостного права во второй половине XIX века, как бы они не были в крепостной зависимости и могли заниматься такими сложными ремёслами. И поэтому они получили такое развитие. Я как-то отвлеклась уже. Оксана Михайловна, насколько я понимаю, что эта выставка соединит в себе и прошлое, историю этих промыслов, и настоящее. Вот насколько охотно откликнулись сегодняшние мастера на участие в этой выставке? Да, действительно объединяет эта выставка и прошлое, и настоящее в жизни наших промыслов. И с предприятиями промыслов, и с мастерами, и художниками мы и сотрудничаем, и дружим уже давно. И коллекция музея формировалась ещё как бы с момента начала деятельности этих самых предприятий. Ну и в последние годы мы, конечно, активно сотрудничаем и проводили не одну выставку как с самих предприятий. То есть представлены были и изделия, и произведения декоративно-прикладного искусства из сортиментных кабинетов предприятий, так и из нашей коллекции, из коллекции музея-заповедника. Потому что на протяжении последних 50 лет мы собираем материал о развитии этих предприятий, и собираем изделия, и мастеров. И также в состав участников проекта вошли ещё три музея. Все наши коллеги – это Рязанский областной художественный музей имени Ивана Петровича Пожалостина, Скопинский краеведческий музей и Михайловский исторический музей, которые тоже предоставили материалы по истории художественных промыслов. Когда мы приходим к вам именно в Рязанский Кремль на выставке, я не знаю, как к кому, меня всегда больше всего интересуют экспонаты с историей, которым уже не одно столетие. Вы наверняка можете уже сейчас сказать, перечислить, может быть, какие-то самые интересные, самые древние экспонаты, которые будут представлены на этой выставке. Я бы сказала, что они не древнее второй половины XIX века. Но чем они интересны, уникальны и привлекательны, тем, что мы предлагаем нашу коллекцию фотодокументов по истории кустарных производств Рязанской губернии. И связана эта коллекция и также предметный ряд с собранием Кустарного музея Рязанского губернского земства. То есть еще в конце XIX века, в конце XIX, в начале XX стояла задача сохранения уникальных технологий, уникальных образцов наших известных художественных промыслов Рязани. То есть именно Кустарный музей выполнял эту задачу – собрать лучшие образцы ремесленного труда, для того, чтобы последующие поколения кустарей, или, как мы сегодня называем уже художники декоративно-прикладного искусства, мастера предприятий художественных промыслов, имели перед собой образцы, и уже, отталкиваясь от этих традиций, создавали современные произведения. – Всегда интересно пообщаться с людьми, которые на сегодняшний день являются мастерами, носителями тех знаний, которые зародились в далеком прошлом. Будет ли такая возможность на открытии выставки? – Да, такая возможность, я думаю, будет. Приедут на открытие все участники этого проекта, мастера с фабрики Скопинской художественной керамики, Михайловского предприятия «Друженица», Кадамский «Венис» и предприятия «Шиловская лоза». Я надеюсь, что у нас будет такая возможность и пообщаться с ними, и они сами представят тоже свои предприятия и расскажут о них. – А как вообще родилась идея в одной выставке объединить все народные промыслы нашей земли? Как вот вам это в голову пришло? – Ну, я повторюсь сейчас, мы уже не первый год делали различные выставки на эту тему. Иногда они представляли какой-то один промысел, одно предприятие. Могли представлять отдельных художников, которые работают в промысле. Иногда мы показывали историю и современное состояние промыслов. Например, вот по Скопинской керамике у нас такая выставка была, по Акадамскому «Венису». И, наверное, пришло время как-то вот объединить эти все материалы, объединить наши промыслы, потому что на сегодняшний день это даже не просто название на географической карте Рязанской области Скопин, Михайлов, Кадам и Шилова, а это современное производство, которое выросло из традиционных производств прошлого столетия. И производство это основано на историко-культурных традициях. Ну, кроме этого, это еще и туристическая достопримечательность, потому что гости нашего города со всей страны едут посмотреть именно на эти предприятия и на эти места, на эти местности. Это еще и направление в малом и среднем бизнесе и часть экспортной брендовой продукции, которая представляет уникальность нашей Рязанской области. Ну, поэтому мы хотели все это объединить и показать в одном зале и достоинство традиций, и поиски современных художников, и чтобы зритель мог видеть вместе нашу славу и гордость Рязанской области. Сегодня становятся очень популярными различные мастер-классы, и очень часто люди хотят сами попробовать сделать своими руками ну, хотя бы что-то отдаленно похожее вот на эти шедевры. Будет ли такая возможность у посетителей выставки на ее открытие? Ну, мы пока этот вопрос не обсуждали, но думаю, что в процессе работы мы постараемся организовать подобные мастер-классы. Хороший вопрос, потому что на самих предприятиях, когда приезжают туристические группы, кроме того, что они осматривают производство и имеют возможность купить изделия промыслов, они еще и пробуют сделать что-то своими руками. Так что я думаю, что это будет интересно. Насколько вообще масштабна эта выставка? Сколько экспонатов там будет представлено? И в каком конкретно выставочном зале вы решили ее разместить? Зал у нас, наш зал, большой зал во дворце Олега, который занимает почти 200 квадратных метров, и там проходят наши большие знаковые выставки. Но по количеству экспонатов все равно больше какого-то определенного количества она не уместит. Возможно, более ста предметов мы постараемся показать, они же разного размера, разного объема. И хотелось бы показать, конечно, больше. И рассказать о предприятиях, и о традиционных промыслах XIX века, и показать предметы из нашей коллекции, из других музеев. Ну, насколько это получилось, предоставим на суд зрителя. А какого числа состоится открытие, и кого вы на это открытие хотели бы пригласить? Открытие состоится 26 октября в 12 часов в Рязанском Кремле, в выставочном зале, в дворце Олега. И, конечно, мы хотим пригласить всех рязанцев, гостей города, всех тех, кому интересна история и культура нашей рязанской земли. Оксана Михайловна, естественно, вот это все представляет огромный интерес, особенно для туристов из других регионов. С вашей точки зрения, для рязанцев, которые, ну, каждый из нас в той или иной степени все-таки знаком с этими промыслами, слышал, видел, осизал. Как вы считаете, кому из рязанцев будет это интересно? Какой категории населения? Ну, я думаю, что есть здесь и профессиональный интерес для молодых художников, для всех тех, кто выбрал своей профессии создание подобных вещей и произведений искусства. Ну, и я думаю, что всем жителям тоже это будет интересно, не в плане профессиональных, там, традиционных технологий или в плане дизайна. Дело в том, что промыслы и прикладное искусство создано для нашей повседневной жизни, для украшения жилья, дома, быта. И все эти вещи, они хранят и тепло человеческих рук, и призваны украсить нашу жизнь. И я думаю, что это будет тоже интересно, и, может быть... Ну, каждый сможет найти у себя там что-то интересное. Для своего дома, в первую очередь. Оксана Михайловна, на протяжении какого времени выставка будет работать, чтобы наши зрители могли определиться, до какого момента они смогут ее посетить. Выставка будет работать два с лишним месяца до 10 декабря. Достаточный срок для ознакомления. Оксана Михайловна, большое спасибо, что сегодня пришли к нам в студию, проанонсировали это мероприятие. Наша телекомпания, конечно же, приедет и в своих программах более подробно расскажет о выставке «Рязань Мастеровая». Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова